Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Адиснат ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Рабочий визит депутата Артема Турова. Диспансеризация взрослого населения в Десногорске. Водителей области проверили на наличие неоплаченных штрафов. В Смоленске задержан подозреваемый в краже и угоне. Начнем выпуск с приятной новости. В майские каникулы нам предстоит неделя отдыха. Федеральная служба по труду и занятости утвердила график майских праздников в России. На 1 мая нас ожидают 4 выходных дня, а в связи с празднованием Дня Победы – 3 выходных подряд. 30 марта депутат Государственной Думы Артем Туров посетил Десногорск с плановым рабочим визитом. Депутат ввел прием граждан в общественной приемной Десногорского отделения партии «Единая Россия». В Государственной Думе Артем Туров представляет интересы жителей Смоленской области. На встречу можно было записаться предварительно, поэтому к депутату со своими проблемами пришли жители близлежащих деревень. Темы обращений были очень разными – от общих для сельских поселений, личных, до предложений изменений в российском законодательстве. Артем Викторович говорит, что с этими проблемами он сталкивается по всему региону. Трудности при устройстве на работу, нарушения в выплатах пенсий, компенсации и льгот – жилищные проблемы. И это далеко не весь перечень. Как показывает опыт, чаще всего наших граждан подводит незнание законов, неправильное их толкование или неумение ими воспользоваться. На своих приемах депутат должен найти способ помочь своим избирателям или хотя бы объяснить, в чем заблуждается человек, подавая жалобу. Поэтому Артем Викторович принял к рассмотрению все обращения и взял их под личный контроль. 25 марта в Рословле открылись четвертые зональные педагогические чтения развития творческого потенциала учителя и ученика. Наш город представляли 18 человек. Десногорцы поделились с общественностью своим профессиональным опытом. Медсанчасть номер 135 приглашает взрослое население Десногорска на диспансеризацию. Она проводится для граждан, возраст которых кратен трём, начиная с 21 года, 24, 27, 30 лет и так далее до 99. Подробности в нашем сюжете. Для прохождения диспансеризации в медсанчасти созданы комфортные условия. Первично пациент может обратиться к врачу-терапевту, либо в 312 кабинет. Это отделение медицинской профилактики. Мы упростили сдачу анализов крови на биохимические анализы и на общий анализ крови. Упростили тем, что выделили для этой категории 224 кабинет на втором этаже поликлиники специально для этой задачи. В кабинете работают сразу две медсестры. Забор крови проходит быстро и пациентам не придётся долго ждать своей очереди. На такие исследования, как ЭКГ, УЗИ, их также приглашают в первую очередь. Диспансеризация – это единственный способ сократить смертность и увеличить продолжительность жизни. Не пренебрегайте им. Медики приглашают дисногорцев пройти диспансеризацию и подчёркивают, что это делается не для отчётности, а исключительно с целью выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и самих этих заболеваний на ранних стадиях. А в детском саду «Мишутка» сотрудники первой пожарно-спасательной части провели плановую эвакуацию. Учения прошли успешно, персонал и воспитанники уложились в установленное время. Автоинспекция и судебные приставы провели в области рейд по выявлению должников. Во время мероприятия выявляли автолюбителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. В ходе рейда судебные приставы использовали специально оборудованное транспортное средство, позволяющее в полевых условиях осуществлять приём граждан. Водители, попавшие в так называемый мобильный офис, проверялись на наличие неоплаченных штрафов. Если таковые имелись, гражданину предоставлялась возможность на месте оплатить за должность. Хочу напомнить гражданам города Смоленска, а также Смоленской области о том, что у них есть 60 суток на уплату административного штрафа. В противном случае, в соответствии с статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушении, наступает ответственность в размере двойного штрафа, либо ареста до 15 суток. На Смоленщине с 1 апреля стартует операция «Путина», направленная на сохранение водных биоресурсов. В прошлом году за время её проведения сотрудниками полиции возбуждено 42 уголовных дела. Составлено 323 протокола об административных правонарушениях. Изъято около 9,5 километров рыболовных сетей, 50 плавательных средств лодок, свыше 540 килограмм незаконно добытой рыбы различных пород. Высокие результаты по борьбе с браконьерством были в Рословском, Гагаринском, Смоленском районах и у нас в Десногорске. Завершится операция 10 июня. В районном центре по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в краже и угоне авто. В дежурную часть обратился житель Тверской области с заявлением о краже мобильных телефонов, ноутбука и автомобиля. Как рассказал потерпевший, накануне в ночном клубе Смоленска он познакомился с парнем и девушкой, которых пригласил к себе в гостиничный номер. После совместно распитого алкоголя потерпевший уснул, а утром обнаружил пропажу ценных вещей и автомобиля. Изучив записи с камер видеонаблюдения гостиницы, полицейские выяснили, что машина была угнана рано утром. В результате розыска сотрудники обнаружили автомобиль на улице Тимирязева, но уже без регистратора и навигатора. Вскоре была установлена и личность преступника. Им оказался мужчина 93-го года рождения, без постоянного места жительства и ранее неоднократно судимый. Его задержали в одном из кафе на колхозной площади и доставили в дежурную часть, где он сознался в совершенном. В настоящее время в отношении задержанного следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, кража и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без целехищения. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободного срока до 5 лет. А сейчас новости спорта. Десногорские боксеры добились большого успеха на первенстве Центрального федерального округа в городе Конаково Тверской области, где свое мастерство в искусстве кулачного боя 5 дней демонстрировали более 190 человек из 17 областей страны, среди юношей 13-14 лет. Воспитанники Десногорского клуба «Ринг» приняли участие в турнире и взяли бронзу. Главное управление спорта области вместе с региональным отделением ДСААФ и Государственной академией спорта с 21 по 24 марта провели зимний фестиваль ГТО среди учащихся Смоленской области, посвященный 55-летию первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. В нем приняли участие и дети нашего города под руководством педагогов Дайнаковой и Куракиной. Десногорцы успешно справились со всеми видами спортивных состязаний. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова